Ребят, как вы думаете, куда же я так могу бежать? Правильно. А я бегу, чтобы снять штрафы, чтобы заспаунить машину. В общем, ребят, всем привет и добро пожаловать на первую серию по МТА. Играю на сервере Титан РПГ. Кто захочет, ссылочки вы найдёте в описании, как зарехаться. Айпишку тоже найдёте там же. Я так подумал, почему бы и нет. Я в МТА... Так, всё у меня нормально? Что это такое? Немерные знаки, оу. Окей. Я так подумал, почему бы и нет. Почему бы не записать просто... Уберли усиленность. Ага, чё? А, всё, окей. Да убери. В общем, ребят. Я начал заново играть в МТА. Расскажу предысторию. На этом сервере я играл где-то... Нихучу себе он пролетел. Играл где-то... Чё со звуком? Так, ребят, в общем, я починил звук. Теперь игра работает. Так. С чего бы начать? Я играл на многих серверах. Так же я играл в КРМП, Радмиры, Ролеплей какой-то там, в Сампы, Аризону всякий играл. Но из всех мне запомнилось только МТА. Потому что МТА, я не знаю, но оно меня больше всех зацепило. Потому что эта игра... Блин, ну... Точнее как, игра это ГТА с НТРС вообще, а... С МТА это на движке ГТАшки. Впрочем, вы поняли. В общем, играли на таких на простеньких серверах раньше, где можно было просто создавать машину... Так. Создавать машину, тюнить её и кататься. Но... В том году я нашёл сервер под названием Титана РПГ, где можно работать, повышать уровень, от уровня зависит твоя зарплата, покупать тачки. Да, ребят, вы скажете, что... Какой Титан? Есть же... Есть же SSD и CCDict Plane там первые, там их что-то 5 серверов, мог бы на них поиграть. Но нет, ребят. Потому что CCDict, как для меня, это просто логучее говно. Неоптимизированное логучее говно. Не, ну... Конечно, ребят, если вы играете на CCDict, на CCDict, то я извиняюсь, что я назвал его говном. Но просто, ребят, лично мне он не понравился. Потому что он даже у самых топовых логеров логает. Потому что он просто забит этот сервер. Все сервера забиты. И остановился я на Титан РПГ. есть еще с Мотра сервер. На нем я тоже играл, но он мне как-то не очень зашел. Недавно вышло обновление на Титане. Она прям, глобально прям изменила игру. Добавили промокоды, кейсы, вот такая вот менюшка прикольная. Что тут еще есть? Ключи можно передать. То есть, машину нельзя угнать теперь, если она не твоя. потому что, опять, дофига тут фишек. Как по мне, это лучший сервер. А, заправляется еще. И, короче, подарили мне пару дней назад BMW M5 E60. А, так вот, я отыграл где-то полгода. У меня были много, было много машин. Я покупал, передок продавал, то есть, больше, за больше сумму продавал. Короче, так, короче, перекупом я работал. И, короче, мне, в принципе, это устраивало, потому что я быстро развился. Но, пришел такой момент, когда у меня ни интернета не было, ничего. Я заходил, может, раз в неделю. И, короче, я взял, у меня был план еще. Так, ребят, сейчас, наверное, звук какой-нибудь будет другой, потому что, меня этот микрофон просто уже бесит. Я не знаю, я его изолентой уже закрепляю, но все равно падает. Наушники еще падают. В общем, ребят, что я не рассказал. И, короче, все машины я свои продал с Акванусу за 70 рублей. Там, если в донате все посчитать, сколько там всего было, там, рублей, наверное, на 500 было всего. Но, недавно я решил вернуться. Также у меня есть группа АБК, я там, это, весь клан, короче, наш. Я, типа, написал, типа, хочу обратно вернуться, типа, можно, типа, что там вообще такое, какие-то обновления, что там вообще еще есть. И мне сказали, да, конечно, возвращайся. Тут игру глобально изменили. Короче, был у меня там еще друг один, я с ним постоянно катался, и он мне под... Неблохо так Порш пролетел, или что там, Порш, по-моему, был. И он мне подогнал М5Е60. Просто подарил. За что я ему, за что я ему, говорю, благородное, спасибо, потому что я катался на семерке, я копил деньги, чтобы купить что-нибудь. М5Е60 у меня, конечно, была, я ее, наверное, скоро продам, потому что у меня она была уже практически, ну, где-то неделю я проиграл, поиграл, и я ее купил. Я работал много, я задрогил, короче, жестко в нее. И вот, короче, вот так-то вот. И это была такая чисто вступительная, вступительная серия. Что, заикаемся? Потом будут, наверное, что-нибудь мутить, что-нибудь, какие-нибудь видосы прикольные снимать. А пока, я не знаю, можем, наверное, сгонять до... Я хочу в такси поработать. У меня сейчас 11 уровень, получается, нужен 12, чтобы работать бензовозом. А такси здесь. Окей. Игру, короче, глобально просто изменили. Обнова прям дала ей вторую жизнь по игре, этой игре. Сразу же я номера поставил, конечно, номера-то по себе, ОМР-777. Но было бы на московском регионе, еще, конечно, нормально было бы, но на московском не было бы. Я сам живу в Рюпинске, в Уградской области, но... вообще у меня 34-й регион. Но я почему-то... Subaru? Что это? Сейчас машинка не прогружалась. Subaru BRZ. Окей. Блин, C63 AMG я хочу купить. Она что-то стоит где-то 50 тысяч. Каба. Ага. Машин здесь просто колоссальное количество. Их просто здесь очень много. Есть еще такая штучка, как убрать худ. Можно какое-нибудь состязание устроить по дрифту. Я не скажу, что я здесь прям плохо дрифчу, но... более-менее нормально. Я, может, какой-нибудь там спот себе найду. Спот это, типа, трассу кому-нибудь найду, типа, какое-нибудь кольцо там, перекладки, чтобы можно было делать. Может, найду какую-нибудь отдельную серию и запишу. Смогу ли я пройти? Вот так-то вот. Сейчас мы доедем до такси. Сразу скажу, что через пару дней должно было... должно выйти видео, типа, сколько можно заработать за 30 минут на игре... в игре... да. Ну, то есть, на этом серии. Про такси у меня уже есть видео. Я отработал. Короче, ребята, работайте в такси. Как только вам открывается такси, сразу работайте на нем. Потому что на нем можно, конечно, получать и... там где-то в другом месте. Про такси у меня есть, получается, сейчас видео. Уже... Я рассказал, типа, сколько там получают за 30 минут. Я хотел за час, но потом, что-то это... лень был. А... теперь мне нужно записать видео, сколько зарабатывают автобусы. Автобусы, в принципе, нормально зарабатывают. У них, получается, там, 5 тысяч минут за... минут за 10-15. Так. Тихо-тихо. Блин, надо бинг вас... Как там? Эм... 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 Он... Бинды... Он бинды... Он бинды... Так. Кью. Блин, я не... Как? Как? Короче, ладно. Крестный. Блин, куда я попал? Зима еще такая, прям... Текстурки. Вроде я правильно еду. Все нормально. Мустанг какой-то заброшен. А, там есть кто? Да есть. Так. Нет, тут, наверное, можно как-то... Так. Он... Нет. Это... Это нужно... Да куда ты вылез? Куда ты вылез? Что? Залезь обратно. А... Пишем... Бинды... Фикс... Кью. Наверное, ничего не работает. Блин, я... Блин, ну как? Я забыл. Что-то пишешь, там какой-то... Бинды... Кьюфикс... Короче, кнопку можно любую поставить. Ну, например, я бы сейчас поставил. Так. Где развесит их, блядь, стекло? Фары. Блин. Чё, издеваешься? Не работает, нихуя. Ладно. Поехали до такси. Так же, ребят, если... Будут играть много людей, то есть и из моих подписчиков, можем устраивать какие-нибудь там сходки, может быть, мероприятия я буду устраивать какой-нибудь, там что-то открылось, какие-то ворота. Сервер мне очень-очень нравится, потому что это... Очень хороший сервер, тут и работы нетребовательные. Блядь, приора. Ты куда и ты едешь? Хорош. Ну да, и, конечно, я нах, по встречке. Я тоже хотел так сказать. То, что я по встречке ехаю. Так. Блядь. Надо диски, наверное, поставить на бятую мою. Я не знаю, блин, стоит ли её вообще тюнить? Или вообще стоит ли её продать? Потому что у меня как-то нет желания на не кататься, потому что она у меня уже была. Конечно, это всё-таки подарок, но... За подарок спасибо, конечно, но... Я уж, наверное, её продам. Подкоплю сейчас бабосиков. Так. Кстати... Вот моя... Семёрочка. Топовая, да? Тюнинг здесь вообще тоже классный. Так, убрать. Всё. Вот. Мерседес Майбах от 12-го левела, Камри от 8-го и приора от 5-го. Я катаюсь на Камри. Просто беру и вот так вот на изи еду. На метку. Надо, наверное, всё-таки автобусы тоже сейчас после этой серии протестировать. Может, там даже больше платят. Мне сейчас только деньги нужны. Конечно, опыт тоже нужен, потому что бензовозы там нормально получают. Камри, конечно, вообще не едет. Так, сейчас один заказ сделаем и закончим. Он тут как раз вот недалеко. Так. Так же вот на iFar включаются. Вообще, ребят, тут всё прям переработано, всё сделано классно. Музыка выбирает. Я, конечно, включать не буду её сейчас. Авторские права такое себе дело. Ну чё, это 150 километров. Даже, блин. Камри вообще быстрее едет. Какие 150? Там 240, нафиг. Максимально куда-то сделать её. Так, ну вот, смотрите. Один заказ, но он, конечно, недолгий был. 222 доллара. Что, в принципе, за минуту-полторы это нормально. В общем, ребят, сейчас я продолжу пока работать. Надо копить на новую машину. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите... Стреляет кто-то? Ждите новых видео. Всем удачи и всем пока-пока!